Ну что, ребят, здравствуйте. С вами снова Казуку Фэмили. И мы продолжим такую новеллу, как 60-й километр. Мы там застряли на сейфе. Вот. Застряли на сейфе. Чё, блин, погнали тогда. Узнал я, короче, пароль. Надеюсь, верно ли, херня. Опа. К удивлению, сейф открылся. Замечательно. Какие мы... Хорошие. Так. Ага. Ого. Ну, погнали, чё. Так. Ладно. Это, короче, где-то 3... Сейчас подавите, посчитаем время. Ну да, где-то так. Всё засёк. Так, машину мы нашли, да хорошо. Хорошо. Угу. Так. Овраг. А чё это за херня? А вот это поворот. Ну чё это за фоллаут уже какой-то что ли? Не пойму. Так. Достать пистолет. Конец седьмой главы. Последствия. Субтитры сделал DimaTorzok Мммм. Ммм. 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 Мммм. Ммм... Ммм. Застряли в автобусе... Ага. 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 Конец восьмой главы. Паранойя. Ага. Раб International Magic Bird. Маринка умерла. Ё-моё. Жесть. Субтитры делал DimaTorzok Что за время? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 смысле смысле конец а подожди а где тут 44 нету только сохранение вот это о точно кто мы на самом деле давайте попробуем угадать кто вы на самом деле николай нет сейчас надо евгений константинович евгений константинович или кавказец то смысле ну что такое алло так неинтересно что это за пиздец евгений константинович а кто еще александр петрович александр петрович так но потом кавказец был причастен да алексей а кто начал сходить с ума я смысле подожди наверно наверно ты мы да ёб твою мать подожди к я там путался подожди к значит мы да да ахам Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Александра Петровича Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Знает, как перевести людей в заперти. А, снова про этих. 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 Тепловоз, ничего себе. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok Я подожди ДимаTorzok Давай вот это перезапишем ДимаTorzok ДимаTorzok ДумаTorzok ДимаTorzok 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 Блин, ну давайте попробуем. Блин, ну давайте попробуем. Блин, ну давайте попробуем. Блин, ну давайте попробуем. О, блин, начинается жопа Новый год. Сдвинуть постараться. Давно этого дерьма не было. Блин, ну давайте попробуем. Чувак, реально, приди в себя. А ну, если поговорить. Так, поговорить не получится с этим ублюдком, да? Да, заебись. Ладно. Так, а если допустим, подожди, ну сохранится и... Так. 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 Вот это прикол. Вот это прикол. Типа в Москву им надо направиться. 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 Продолжение следует... Понятно. Продолжение следует... 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 Прекрасно, нас завалили... Зашибись... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 так ночью было подобно вот это по сохранять чё попробуем о смысле а а д с в д а а Продолжение следует... 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 Конец 20-й, аварийное отключение. Ага. Отключить, повернуть, как они все тут замудрили под конец, вообще капец. Так. Ммм, скрин сделать, значит, можно, да? Интересно. Так. Блин, дать бы еще как скрин сделать потом. Опять какие-то эксперименты. Погнали. Погнали. Да-я-я. Вот так вот. 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 Я так понимаю, что мы идём близко к развязке, да? Почти. Лёгкая наркомания. Вот так вот. 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 И чё, что мы на крышу пришли? Ага. Астероид. Вот так вот. 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 Ага. Вот так вот. Это всё раночки. Вот так вот, да? Так вот так вот. Я иду всё раночку. — Мне здесь смотрим ничего страшного. Вот так вот так вот. Ну, в принципе, неплохо, неплохо, неплохо. Угу. Угу. А, внимание, пользуясь пиратской версией приложения, вы ставите крест на развитие проекта на выходе следующих сезонов. Если вам понравилась новелла, купите её. А если уже это сделали, спасибо. Ага. Какие хитрые. Ну чё, ребят, в принципе, неплохо. Вот. Так что... Всем спасибо, как говорится, за внимание. Сейчас, секундочку, я попытаюсь... Во. Я попытаюсь, короче, сказать свои впечатления об игре. И, в принципе, мне понравилось. Ааааа... Ну, честно скажу, ближе к концу, ааа... Они столько так всё растянули. То есть, понимаете прикол? Интригу-то сохранили, вроде бы всё прикольно и интересно. Типа на землю упал астероид, типа это было такое испытание из-за того, что коллайдер... Короче, я так понимаю, что хвост астероида, что-то типа того, вместе с коллайдером сделал химическое оружие, для людей это было испытанием. И получается, что стоило всего лишь дёрнуть рычаг коллайдера, и этот туман типа рассеивается куда-то там, что-то там, как-то. Короче, в принципе... В принципе, неплохо. Сейчас, секунду, подушку возьму. Маленькую подушку для шеи. Вот. В принципе, впечатления у меня нормальные. Не скажу, что плохо, но не идеально. То есть, я ожидал, конечно, большего, там, мистику, что с этим туманом и так далее. А получается, что мы просто встречаем учёного, и учёный такой говорит, бля, короче, надо идти в научный отдел. Отключать, короче, коллайдер, чтобы эти частицы... Ну, я так понимаю, чтобы эти частицы расщепить. То есть, если думать так, как я думаю, получается, коллайдер расщепляет туман, микрочастицы тумана. Короче, грубо говоря, если говорить вообще простым языком, допустим, туман это пыль. Ну, как, типа, пыль. А коллайдер это пылесос. И получается, всего лишь надо было включить пылесос, чтобы избавиться от пыли, то есть избавиться от тумана. Да, примитивно, конечно, но... В принципе... В принципе... В принципе, неплохо. Я не знаю, есть ещё дополнение про километр. Я не знаю, что там. Я хотел бы его, конечно, как-нибудь поиграть или записать. Ну, в принципе... Если мне дополнение не понравится к этой игре, я его не буду записывать. Если понравится, я его запишу. Или там отдельно, там, типа, разговором расскажу, стоит ли оно того или не стоит. Ну, в принципе, то, что мы сделали на два прохождения 60-й километр, мы неплохо. Мы молодцы, мы справились. То есть, мы, в принципе, увидели всю историю. Да, диалоги много было лишних. Много болтовни, суеты и туда-сюда. Но главное, что все живы, все здоровы. Ну, как-то скомканно вроде получилось. Типа, вроде бы они спасли и сделали, а вот тут, типа... Ну, не знаю. Вроде нормально. Вот. Ладно. В принципе, что я хочу сказать. Мы попробуем еще какие-нибудь новеллы попроходить, если получится. Когда-нибудь попозже. Вот. Но, самое главное, что я хотя бы смогу показать вам вот этот контент по поводу этой игры, о которой вы не знали и не догадывались. Она есть в Стиме. Без скидки она, конечно, дорогая. К сожалению, очень дорогая. А со скидкой она дешманская. То есть, со скидкой вы эту игру можете приобрести, но она без достижений. Вот. Так что всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, там, колокольчик. Приглашать друзей. Канал Казоков Фэмили старается что-то показывать, удивлять, рассказывать. Я надеюсь, вам было интересно смотреть. Да, я не часто говорил, потому что я уже под конец устал кликать новеллу, потому что развязки не было. Но когда мы узнали развязку, в принципе... В принципе, нормально. Я спокоен. Мы посмотрели. Ну, а всем спасибо за внимание, за то, что смотрели. И что не забываете о нас. Вот. Ну, а всем до скорого. Всем удачи, дорогие друзья. Всем до скорого. До новых прохождений на канале Казоков Фэмили. Пока-пока.